Значимое событие в мире техники произошло 13 февраля 1895 года. Французский изобретатель Луи Люмьер сконструировал первую кинокамеру. Благодаря ей мы можем наблюдать коронацию императора в столетней давности и другие важные исторические события. Тогда французский изобретатель и не подозревал, что его аппарат в корне изменит жизнь человечества. Сегодня вместе с программой СИЮН я предлагаю вам совершить путешествие от Парижа до Тундры и узнать, как в округ пришло кино. Согласно легенде, создание первой кинокамеры Луи Люмьер, спасаясь от приступа бессонницы, сконструировал и собрал свое ноу-хау. Проектор с кулачковым механизмом воспроизводил изображение с перфорированной пленки на полотно. Позже со своим братом Эугустом Люмьером он запатентовал это изобретение, которое назвали «синематографом». 28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии. Луи и Эугуст устроили платный просмотр первого короткометражного фильма о прибытии поезда на станцию в Гранд-кафе в Париже. Этот показ произвел настоящий фурор во Франции. А уже через 4 месяца после первых парижских сеансов в России появляются кинематографические аппараты. В апреле 1896 года потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга Ребриков подает прошение Министерства императорского двора о разрешении съемок коронационных торжеств. В Россию прибывает оператор из компании братьев Люмьер Камил Сёрф. В мае 1896 года он осуществляет первые в России документальные кинематографические съемки торжеств в честь коронации Николая II. Снятая им хроника считается первым в мире фильмом-репортажем. Тогда же состоялась и первая в России демонстрация синематографа Люмьера. Кинопоказы быстро стали модным развлечением. Постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России. Спустя 20 лет после первого в России кинопоказа увидеть чудо техники смогли и жители Заполярье. Однако замечу, что первая киноустановка на территории будущего города Наринмар появилась еще в 2016 году. Открылась эта киноустановка на лесопильном заводе Стелла Повари. Примечательно, что руководство этого предприятия заботилось не только о прямом назначении сотовой завода, то есть переработке леса, но еще пыталась организовать культурный досуг своих рабочих. Позднее, с 1629 года, начинает работать первая кинопередвижка. Тогда она показывала жителям нашего региона, прежде всего Нижнепечорья, только немое кино. Но 19 марта 1131 года была открыта окружная кинобаза. Первоначально сеть киноустановок в нашем регионе насчитывала всего лишь две киноустановки. Этого было мало, но уже в течение 30-х и начале 40-х годов сеть кинофикации в нашем регионе очень быстро растет. На Наринмаре появляется первый кинотеатр. Это кинотеатр «Актика». Для Наринмара это было грандиозное событие. Кинотеатр «Арктика» распахнул свои двери для любителей кино 12 декабря 1940 года. Это был двухсальный кинотеатр на 390 мест. В этом же году впервые увидели кино оленеводы «Новой земли» и острова Колгуев. В их островные поселки были доставлены и установлены кинопроекторы для демонстрации художественных фильмов. После Великой Отечественной войны в 1946 году было создано Ненецкое отделение кинопроката. Началось интенсивное развитие окружной киносети. Так в 1954 году уже работало три стационарных киноустановки и 23 передвижки. А уже в 1961 в округе насчитывалась 51 стационарная киноустановка. Красные чумы, передвижные учреждения культуры в 50-60-х годах стали снабжать кинопередвижками. Для кочующих оленеводов Ненецкой тундры это стало настоящим событием, которое казалось им на первых порах настоящим чудом света. Десятки молодых киномехаников вместе с киноаппаратурой им дали, переезжали тогда от стойбища к стойбищу. Очень любили смотреть жители тундры юмористические фильмы. Но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным. Однажды показывая в чуме звуковой фильм Чапаев, впервые увидев на экране надвигающуюся конницу оленеводы, так испугались, что с криками выбежали на улицу и не вскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что их долгое время потом собирали по тундре. Но этот случай скорее исключение. Вообще после киносеансов люди долгое время не расходились. Даже существовало такое понятие, как удлиненный фильм. Это точно знает Анастасия Томилова, которая начинала свою карьеру в должности киномеханика в кинотеатре «Арктика», а затем была директором Ненецкого отделения кинопроката. Это я вот составляю план, наверное. Ничего не знаю, уж не помню. Да, план. Анастасия Кондратьевна показывает одну из своих архивных фотографий. На ней молодой специалист пишет очередной план. Их за свою карьеру шутит ветеран кинофикации, а она написала не одну сотню. Ведь в обязанности директора входило составление репертуарного плана для села и для города на месяц вперед. У меня картотека была. Я с документальными фильмами работала. Мы составляли, ну, удлиненные сеансы делали. Если фильм очень хороший, обязательно он у нас делался удлиненным. А что значит удлиненным? Удлиненным, значит, к нему подбиралась хроника. А какие фильмы любили больше всего смотреть жители? Ну, такие, знаете, ну, детективы, такой колхозной самой тематики. Ну, вот такие прошли очень у нас фильмы с большим процентом. Судьба, любовь земная, русское поле. Любовь земная также называет Анастасия Кондратьевна и свою любимую работу. За 22-летний стаж в кинофикации она познакомила тысячи жителей округа с лучшими советскими фильмами. За вклад в развитие кинофикации и активную общественную деятельность Анастасия Томилова была отмечена знаком отличия. Мы работали хорошо, выполняли планы, потому что телевидения не было тогда. И планы мы выполняли на 130, на 125, вот, премиальные получали. Все было у нас отлично. Ну, когда заработало телевидение, тогда уже меньше. Но все равно шли люди в кинотеатр. Люди действительно шли, и это подтверждает статистика. 70-е, 80-е годы прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. Огромным достижением, успехом было то, что в 1983 году по количеству киноустановок, и не только по количеству, а по просмотру, по посещаемости киносеансов, наш округ занял достойное место и получил награду, если я сейчас не ошибаюсь, серебряную медаль ВДНХ. В центральных кинотеатрах особой популярностью в дни школьных каникул пользовались кинофестивали «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получали технические навыки и удостоверения юных кинодемонстраторов. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Наринмарском ГПТУ номер 24. У нас при ПТУ были свои курсы. Если первоначально это обучение шло за пределами округа, то уже начиная где-то с 60-х годов здесь у нас в Наринмаре было отделение, где обучали киномехаников. И вот так же особый такой всплеск получился с развитием геологоразведки, когда, ну естественно, что делать на буровых, тогда же не было телевидения. Так разве-то, когда можно было через спутник получить сигнал. И поэтому на всех практически крупных буровых работали кинопередвижки. И их тоже обучали. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Освоив специальность, они отправлялись на работу на киноустановке Ненецкого округа и Архангельской области. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило более 500 профессиональных кинопрокатчиков. С 2002 года начался перевод киносети округа на видеопроекторы с аппаратурой, позволяющие демонстрировать фильмы на DVD-носителях. Практически полностью обеспечивается такой современной аппаратурой все населенные пункты Перепечорья. Возможность смотреть фильмы на цифровой аппаратуре получили жители дальних сел. Ома, Индиго, Несь, Нижняя, Пеша. Благодаря традиции, положенной на открытие Центра российской кинематографии в Ненецком округе в 1998 году, популярные актеры кино стали нередкими гостями наринмарского зрителя. Благодаря постоянной заботе и поддержке системы окружной кинофикации администрации Ненецкого автономного округа, вышестоящего органа управления культуры НАУ, зрители имели возможность в населенных пунктах округа и города смотреть новые, лучшие, отечественные и зарубежные фильмы. По официальным показателям в 2006 году посещаемость киносеанса в селах региона занимала одно из первых мест в России. Вот такая интересная история кинофикации у Ненецкого округа, которую, к сожалению, не удалось сохранить. Это была программа СИЮН. Зов сердца. Встретимся ровно через неделю.